Поскольку вы не дура, то я вижу, что мои усилия безуспешны. У меня от природы есть такое состояние, что до тех пор, пока я в комфортном состоянии нахожусь, мои действия, они на том же уровне, на котором они есть. Как только меня вводят в состояние дискомфорта, причем жесткого, у меня начинают вдруг включаться какие-то внутренние ресурсы, которые начинают меня в голове что-то складывать. Буквально до вчерашнего дня мое состояние было, я где, кто здесь, а куда и зачем это все нужно. Потому что размышлять это одно, перевести на свою деятельность это другое. И третье, вообще надо ли оно или нет. Поэтому даже не до вчерашнего, а буквально до сегодняшнего момента, когда ситуация не произошла с работой, с деятельностью, и с теми моментами, потому что проблемы там у меня в Миасе, а меня догнали на Кипре, довели до слез, и меня где-то щелкнуло. На самом деле я, благодаря вот этому всему, поняла один момент. Я все воспринимаю, все категорически просто, что вот сказал, сделал, поставил, дал методики, и все работает само собой. Это не тут-то было, и поэтому у меня родилась небольшая такая схемка, не знаю, правильная, неправильная, неважно. Важно другое для меня, что у меня хотя бы появились мысли. Я поняла, что вот есть проблема. И они абсолютно разные, и из нее нужно исходить мне. Я перевожу ее в задачу. Потому что если не перевести в задачу, толку не будет никакого. Но проблема может быть абсолютно разной. То есть у меня есть такой момент. Может быть, она техническая, то есть это разделение. Сейчас зачитаю, что значит техническая. Это отсутствие компетенции, отсутствие обучения, первые шаги, приобретение опыта, отсутствие функциональных норм и так далее и тому подобное. И может быть, она онтологических смыслов. Но я не знала, как назвать вот этот квадрат. Я написала онтологический. Нормально. Немножко разбросала непонимание, зачем. Разные принципы, то есть у руководителя, у пришедшего. Разные идеологии, смыслы и так далее и тому подобное. Что в этой ситуации нужно сделать? Ну вот мы разделили. И что сделать? И я поняла, что вот если техническая, то здесь обязательно человек просто не хочет, не умеет, он является объектом. Соответственно, здесь нужно сделать просто стандартизацию. Что ему смыслы случать, если он не понимает? То есть функционал определить, нормы и действия, временной отрезок, инструкции и так далее и тому подобное. Показать, дать определенное вот такое и пусть идет, работает. В онтологическом гораздо сложнее, потому что прежде чем онтологический смысл человек поменяет у себя, его нужно... Я написала изменение смысла. То есть зачем, цели полагания, что он в итоге может получить. То есть здесь намного сложнее, потому что здесь рождается новый человек, лидер, который будет не просто повторять, это субъект. То есть если в техническом это больше объект, то здесь это субъект. Ну вот это может остаться просто так, поэтому я сделала вот такой шаг. Естественно, что из этого нужно перевести, обратиться к задаче, потому что определить одно, другое дело. Это первый вид задачи, это второй вид задачи. Но тут у меня еще интересный момент созрел. То есть по сути, по своей, вот из этого, из первого вида получается одна методика. Методика номер один. Вот отсюда получается другая совершенно методика. Номер два. Но как только она переходит в действие, то есть начинается, на деятельность перекладывается, то происходит другой момент. Получается, что, ну по моему видению, происходит, что и эта, и эта методика, она может взаимодополнять себя или взаимозаменять. То есть если человек пришел как объект, но начал по этой методике делать определенный... То есть тот, кто умный, может в крайнем случае действовать и как тупой? Нет. Я нет. Потому что, ну вот я не могу. Я не могу. Потому что до этого, то, что вы до этого рассказали, вы и пишете компетенцию развития, рисуете ее на себе. Совершенно справедливо. Одна с проблематизацией, а другая без проблематизацией. Методика с проблематизацией выглядит совершенно иначе, и иначе организует субъекта, чем методика без проблематизации. Ну когда вы скажете, да взаимодополнять, я понимаю. Потому что рядом с умным всегда должна быть серия тупых, которые пашут. Для них нужны тоже методики. Но когда вы говорите взаимозаменять, тут я немножко приостановлюсь. Я неправильно словно сказала, не взаимозаменять. Но может у меня в структуре, я просто перекладывала свою деятельность, были ситуации, когда человек приходил именно техническое и был объектом. Из первого может вырасти второй. Это желательный путь. А из второй, первый. Это нежелательный. И поэтому, вот когда я вот это вот сделала, я поняла, что нужна не просто вот один-два методика, а что-то должно быть, вот это вот здесь пока я еще не готова. Что-то должно быть вот такое общее. То есть не методика, а... Скажите мне слово. Нет, я бы... Здесь вот вы не торопитесь, вы дальше подумайте. Надо мне вот здесь думать. Но вопрос о методике 1 и методике 2, это классовый вопрос. Вопрос об устройстве общества. То есть, поскольку те, кто овладевает методиками 1 и действующие языки, ненавидят те, кто работает с методиками. Да. И хотят их уничтожать. Я это вижу для себя ежедневно. На всех этих компаний. Я это сегодня утром почувствую. Поэтому я думаю, что же такое, что такое нужно сделать. Вот когда вы говорите взаимозаменять, я думаю, взаимомимикрировать. Понимаете, методика 2 должна мимикрировать под 1 для других. Вот это да. И большое счастье, когда находятся другие 2, с которыми ты можешь жить и работать. Мы с вами здесь такие. Все наши мучения обусловлены различием этих методиков. Поэтому, мне кажется, вы точно угадываете суть дела. Мы с проблематизацией просто. Вот мне нужна вот там же... Без проблематизации. Антология не нужна. И субъектность не нужна. Нужна операционная способность. Хорошо. По-моему, нормально и конструктивно переоткрыли принцип развития. Но поскольку он вырос из себя, то мне кажется, он становится неотделимым. Я только требую, чтобы вы заменили формулировку. Хорошо. Что я люблю Островскую, которую делает из меня умным. А. Ну, потому что вот это и есть схема умного человека. Входит состояние. Не встает. Нет такого вопроса. Не востребовывает. Не востребовывает. Ну, да. Не важно. То есть, если он работает по методике один, то не важно, умный он или нет. Он должен быть операционно определен. Он должен выполнять. Он должен работать от забора и до обеда. Да, да. Ну, вот это моя рефлексия. Спасибо. Порадовали стариками. Спасибо.